Спасибо большое. Хотел бы поблагодарить за возможность взять и принять участие в этой конференции. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я здесь очень долго раз, так что дома у нас в Софии, в моей семье, накапливаются какие-то подозрения. Ты, может, слишком часто туда едешь, но я всегда отвечаю. Страна прекрасная, люди прекрасные. Сейчас, в том числе, что не понятно, что это означает. Членство в Европейском Союзе. Начнем с этим. Болгария, например, не успеха. У нас не получилось. В отличие от Словакии, например, и Чехии, и Польши. Почему так получилось? Я сразу хотел бы наставить на то, что это нечасто в Союзе гарантировать неуспех. Прежде всего, мы это все сами сделали нашими руками. Мы уже до вступления в Европейский Союз свою экономику уничтожили. Ну, как это произошло, я покажу вам короткую историю, членство и так далее. Ну, прежде чего, то, что меня поражает здесь. Все говорят о европейской интеграции молодого. Ну, хорошо. Ну, друзья, кто вам членство обещало? Ассоциация — это одно дело, это шаг, первый шаг, а членство — это другое. Это было обсуждать о европейской интеграции, не говоря о членстве — это не экономические логики, потому что, когда началось расширение Европейского Союза на Востоке, это было политическое решение. У нас тут, будем расширяться, это, вот эти условия, выполняйте статичное решение, покажу вам. Чтобы понять логику, я буду говорить быстрее, если кто-то что-то намечит, а потом будут вопросы, будут ответы. Какие движущие силы на беременности? Сначала это философия реализма. Питались западные страны заполнить силовый вакуум на Востоке и отвеснить Россию. Но в Югославии это было большой правдой. Эти субъекты в Югославии намного способствовали, чтобы принять решение, будем расширяться на Востоке, чтобы предупредить победы. Это было хорошо. Был идеализм, чтобы навалить логику, уничтожить санкционализм и так далее, и так далее. Вот это тоже правда. Уверили, что здравый демократ – это хорошее дело. Были коммерческие соображения. Расширить внутренний рынок Восток, восстановить старые торговые дороги. Например, Хамза. Это интересная теория. Будем рассмотреть дальше эту теорию. Какие были проблемы? Переход был длительным. С выше десяти лет. Если вначале сказали восточным европейцам, будете ждать. Никто будет не ждать. Все уехали бы сразу назад. Но не объяснили. Сказали, у вас будет шанс, потерпите, делайте, работайте. Наверное, завтра, если не завтра, послезавтра. Получится. И дождались. Какие были проблемы экономически? Плохая конкурентоспособность. Проблемные рынки. Это средствозаиственные товары, голока, живопедов и так далее, и так далее, и так далее. Увидите. И получилось то, что самая главная проблема. У меня такие рассуждения. Наверное, диктатура способствует накатению, ограничив потребение. Наверное, диктатура обеспечивает опережающее развитие, выгоняющее развитие. Условия демократии – это невозможно. Демократия обеспечивает потребение. Сколько производят, столько их съем. Но так достичь уровня развитых стран пока в Болгарии не получилось. Пожалуйста. Какой был политический ход? Это были колебания. Некоторые страны выигрывают расширением, а некоторые проигрывают. Франция, например. Южные страны. Поэтому решили спичать медленно. Об этом я говорил. Политическое решение. В 95-м году. Стратегия Франции. Сначала усуглубление интеграции. Потом расширение. Это надо. Такие. Потому что если вам Европейская Союз что-то предлагает свободную. Свободную торговлю. Они заботятся в первую очередь о своих интересах. Ну это понятно. Но когда свободная конференция, когда свободная торговля выигрывает больше, кто сильнее экономически. Ну это понятно. Пожалуйста. Дальше. Это важно. Это важно увидеть. Интеграция, расширение на восток следует логике теории торговых дорог. Наверное, это вам понятно. В Европе две главные торговые дороги. Запад-восток, север-юг, Новгород, Сан-Диаблика и Пастила в Испании, Лондон, Пирид. По протяжении этих торговых дорог накапливается капитал, накапливаются люди, там економическое развитие за счет периферии. Кто находится в центре, там где пересекаются торговые дороги, он выиграл. Так и получилось. После расширения на восток, економический центр Союза стигал се заметно на восток. Но где осталась Болгария? Ну, скажем, центр подошел к нам, поближе стал, но недостаточно. Почему Болгарии и Румении так не повезло в составе Европейского Союза? Это одно объяснение. Это даже не самое главное, но заметно. Но увидите, это по-немецки торговля Германии с восточноевропейскими странами. Германия выигрывает, Австрия выигрывает, Италия выигрывает, но это граничные страны. Они находятся в центре, там где пересекаются эти торговые дороги. Дальше, пожалуйста. Когда были, когда было, я об этом говорить не стану, если кто-то хочет задать вопрос, получит ответ и так далее. Но нам пришлось жертвовать что-то. Атомная электростанция. В Болгарии Козлодуй, Балтийские страны жертвовали Игнали, но это все знаете. Пришлось жертвовать сельское хозяйство. Так, там увидите производительность сельского хозяйства в восточноевропейских странах. Самая высокая производительность увидите там на юге Венгрии. Но нельзя сравнивать с производительностью труда на Западе, потому что там накоплено уже десятилетия много капитала из-за агросубсидий. А там, что увидите, за несколько долларов больше, имейте в виду тот пример. Это поляки делали, когда должны были подписать вступление в союз в конце 2003 году в Копенхагене. Уже все было и готово, надо было подписать. Но тогда поляки сказали, не подпишем, дайте нам больше денег. Настаивали, очень плохо себя вели, очень политически некорректно. Боролись на не сколько долларов больше, на не сколько евро больше. Но в конце концов в Домакине датский премьер-министр уступил, обеспечили полякам не сколько евро больше. Имейте в виду, надо бороться, потому что... Дальше, пожалуйста. Потому что я вам покажу, мы называли... Европейский Союз оказался клуб любезных эгоистов. Ну, ничто. Короткое вспоминание, что было раньше. Болгария, Румыния. Хорошая промышленность. Совет экономической взаимопомощи обеспечивал все. Мы производили, мы стали себя модернизировать. Модернизация получилась, индустриализация получилась. Увидите как вырос доля Болгарии и Румынии в мировом промышленном производстве. Пожалуйста. Какие били выходни позиции тогда, когда кончилась холодная война? Ну, там видите, постижение, индустриализация и так далее. Слабость. Зависимость от Совета экономической взаимопомощи и советского ринка. Узнали, что это слабость, когда Совет экономической взаимопомощи исчез, когда СССР исчез. Увидите справа, где находилась Болгария тогда. 27-ое место. Это индекс человеческого развития. Ну, видите там. Германская демократическая република, Чехословакия, Советский Союз и сразу Болгария. Заметно постижение. Хорошо было. Ну, а технологическая отсталость у нас уже была. У нас были тоже проблемы. Задолженность. Четверть валового продукта. Разве это много? Сейчас нет. Сейчас она с ограничением 60%. Румынии выбрали другое решение. Бедность без задолженности. Все вспоминают о режиме Челушеска. Но самое главное у нас была политическая склероза. Каким не бил Тодо Живков как руководитель государства? Он не подготовил наследие. У нас нет ден ся опина. Не было. Пожалуйста. Какой бил переход? Ну, увидите. Почти бархатни революции. И здесь права разстреливая Челушеска. Но мало было. Не было крови. В отличие от Ягославии, будем благодарны. Щастливи, что крови не было. Но после распада Совета экономической взаимопомощи исчезли рынок, исчезли поставки. Сирия, нефти, газа. Россия стала требовать долларов. И что делать? Упор на собственный сирийный нейтралитет казалось невозможным. Выбрали европейское общество и НАТО. И тогда болгарская политическая элита выдумала формулу счастья. Европа будет нас кормить, Америка будет нас охранять. Ну, это кажется шуточно, но это так. Пожалуйста. Здесь увидите очень быстро, как развивалась экономика Болгарии и Румынии. Вверх, Румыния внизу. Ещё раз, пожалуйста. Это и другой показатель. Можно понять. У нас был глубокий экономический кризис в середине 90-х годов. И от этого криза мы пока ещё не восстановились. Что случилось по пути к Европейскому Союзу? Заявление было в 95-м году. Между тем, хозяйственная катастрофа в 97-м году. Тогда Россия отказалась от финансовой поддержки. Нам русские сказали, вы сделали выбор. Идите, мы вам не помешаем, но и не поможем. Вступили в НАТО никто не праздновал в Болгарии, но это понятно. Понятно, конечно. Вели переговори об условиях членства. Имейте в виду, друзья. Чтобы Союз нам все проблемы решил, что это не получилось. Пожалуйста. Какие итоги у нас уже? Это капитализм, демократия и политическая стабильность. Какая стабильность? На прошлый год у нас были парламентарные выборы. На этот год будут сразу. Опять у нас будут выборы. Очень политически стабильное государство. Внутренне углубляется политический кризис внутри общества. Интеграция получилась через внутренний рынок Европейского Союза. Увидите, это търговля с Европейским Союзом. По-болгарски написано, но сразу можно читать. Понятно. Зависимостът европейского рынка уже слишком велика. Модернизация через старую волну западного капитала пока мала и поздна. Впервые европейский капитал достичь центральноевропейских государств. У меня мало времени осталось. И модерная экономика. Модерная, потому что доля услуг выше 60% волового продукта. Потому что мы индустрию практически уничтожили. Как говорил товарищ Сталин, нет индустрии – нет проблем. Но когда нет индустрии, появляются люди, появляются безработницы. Выгнали эмиграцию, так что нет людей – нет проблем. Пожалуйста. Если сейчас увидят баланс, если увидят итоги, какие у нас слабости? Зависимостът Европейского Союза, низкий технологический уровень, специализация у нас. Мы делаем все с большим затратом дешевого труда. Это специализация, ничего другого. Разпродажа природи, зависимостът помощи, низкий уровень добавлен на стоимости и то, что кажется неверите. 90% фруктов и овеши в Българии импортные. Практически нету болгарского перца. Финансовая дисциплина – бедность без задолженности, как в Румынии раньше была. И политическая склероза продолжается, потому что еще нету денса опина. Увидите, где находится България сейчас по индексу человеческого развития. 27-е место мы забыли давно об этом. И самое главное – из-за неуспешного перехода, из-за неуспешного развития мы потеряли 2 миллионов населения. Половина этих 2 миллионов из-за отрицательный прирост населения. Половина – это эмигранты, которые не вернутся никогда в Българию. Покажите, только покажите следующие тексты, чтобы кто-то в состоянии ставить вопрос. Чтобы не терял больше времени. Согласны так? Это графики развития, торговля Българии, пожалуйста, дальше. Торговие партнера. Ну, это… Дальше, пожалуйста. Пожалуйста, дальше. Это структура болгарского экспорта. Увидите 2% – это напитки и табак. То болгарское вино. 2%, не больше. Где машиностроение? Здесь – 17%. Вообще очень мало. Это не сложные промышленные продукты. Покажите импорт, пожалуйста. Импорт – другое дело. Високотехнологическая продукция импортируем. Мы не производим и импортируем. Пожалуйста. Здесь по-английски, если кто-то интересуется, получит. Но, заметьте, помидоры – 1000 тонн экспорт. Это все объясняет. Состояние болгарского сельского хозяйства после вступления в Европейский Союз. Промышленных товаров очень мало. Но это и обобщение. Покупательная способность. Видите, какой уровень. Среднего уровня Европейского Союза. Разница между регионами. Углубляются индустрией одежды, обуви и ничего другого. Сельское хозяйство. Развивается производство зерна. Отставает производство мяса, молока и так далее. Добавляемая стоянность – очень мало. Вино у нас свище миллиона декарев, но, возможно, два милиона. Но это важно для Молдови тоже. Пишевая промышленность – полное обновление, но большие затрати и малые приблили. И транспорт – полное обновление, растут приблили, инфраструктура. В помощь Европейского Союза мы обновляем инфраструктуру. Это медленно получается, но все-таки что-то движется, что-то развивается. Спасибо. Я думаю, это нельзя обсуждать. Наверное, знаете, это Сергей Станишев. Он родился в Украине. Но это был руководитель одного правительства, коррумпированного правительства, как все правительства. Все воровали. Но он стал председателем партии Европейских социалистов в Европейском парламенте. Так что болгарская так называемая, можно сказать, мафия, получила полную политическую легитимацию в Европейском Союзе. Спасибо.